Телефонов Ялинк, конференция телефонов в целом, что ждут потребители, что нужно пользователям. На сегодняшний день мы можем сказать, что спрос на конференции телефонов в целом растет каждый год. Спрос увеличивается не менее чем на 20% каждый год. И на сегодняшний день все больше и больше компаний оборудуют свои переговорные комнаты специализированными устройствами, конференц-телефонами. Если раньше никто совсем конференц-телефон, никакие телефоны не использовал, сейчас они начинают их использовать. Если кто-то раньше использовал обычные телефоны, десктопные, настольные, в переговорных комнатах, также начинают смотреть в сторону конференц-телефонов, мы видим тенденцию, мы видим, что компании, у которых 30-40-50 сотрудников, обычно имеют хотя бы одну переговорную комнату, и, соответственно, эта переговорная комната должна быть оборудована для того, чтобы решать повседневные задачи, в том числе части переговоров. И все больше и больше таких компаний предпочитают устанавливать переговорную комнату, конференц-телефоны. Что могут предложить производители сейчас из оборудования для конференц-связи? На сегодняшний день достаточно много есть предложений от других вендоров, но эти предложения не всегда удовлетворяют весь спрос, не всегда удовлетворяют потребности наших пользователей. Сейчас предлагается либо совсем что-то дорогое, дорогих вендоров, дорогие решения, не все компании могут себе это позволить, либо совсем какие-то решения дешевые от других производителей разных технологий, в том числе различные USB-спекер-фоны, но не всегда такие дешевые решения удовлетворяют всем потребностям, не выдерживают подходящего качества для переговоров, качества звука, в общем, все то, что так необходимо. И, соответственно, мы и Ялинк эту проблему видят, и Ялинк эту проблему решает. Сейчас рынку нужно и пользователям нужны конференц-телефоны, которые соответствуют параметру цена-качество в первую очередь. И необходимо действительно устройства, которые очень качественные, которые хорошо и отлично выполняют свои функции, а конкретно осуществление переговоров, сбор участников, подключение участников, качество звука, качество захвата голоса. И в связи с этим Ялинк предлагает свои новые продукты, которые не так давно появились на нашем рынке, но уже успели понравиться и захватить свою аудиторию. Уже очень много пользователей используют эти устройства, оценили их качество, потому что конференц-телефоны от компании Ялинк это высокоэффективный продукт, он полностью соответствует параметрам цена-качество. Это не настолько дорогие устройства. Сейчас все больше и больше компаний могут себе позволить оснастить свои переговорные комнаты качественным продуктом за небольшую стоимость. Кроме того, компания Ялинк предлагает широкую линейку IP-телефонов в целом и конференц-телефонам в частности. Ну и, собственно, дальше предлагаю поговорить более конкретно о моделях конференц-телефонов, которые сейчас предлагает Ялинк. Это, скажем так, middle-end продукт, middle-end телефон CP-920. У нас все еще продолжается акция на него для наших партнеров. Обратите внимание, зайдите на наш сайт. Здесь указана рекомендованная розничная цена. Вы можете ее посмотреть, сравнить с конкурентами, например. Сейчас в линейке конференц-телефонов фактически выставлены две модели. Этим двум моделям можно подобрать необходимые для вас, необходимые в конкретном случае аксессуары. В частности, если мы говорим о CP-920, этот конференц-телефон можно использовать и подключать не только через интернет, не только по протоколу SIP, но и через аналоговые линии с помощью специального переходника, адаптера CP-N10. Как это делать, что это такое, чуть попозже подробнее разберем. Соответственно, вторая модель – это модель high-end, высокого класса. Это конференц-телефон CP-960, который предлагается в том числе в комплекте с беспроводными микрофонами. Это уже телефон высокого уровня, который в дальнейшем можно поапгрейдить, скажем так, до системы видеоконференц-связи. Тоже какие основные, скажем так, моменты хочется отметить в этих телефонах. Почему нужно выбирать e-link? В первую очередь, потому что конференц-телефоны универсальные и могут иметь различные способы, варианты подключения к сети, к телефонии. Это действительно хорошее качество звука. О нем также дальше поговорим чуть-чуть поподробнее. Это широкий радиус захвата голоса до 6 метров. Это действительно радиус, здесь не ошибка, действительно 6 метров. Качество вполне выдерживается. Мы проверяли, это действительно работает. Это удобный интерфейс, это тач-клавиатура. И это замечательное нововведение e-link под названием e-link noise proof, которое позволяет, это программное решение, которое позволяет снижать уровень фонового шума, позволяет отключать микрофон в автоматическом режиме, когда никто из участников не говорит сейчас. То есть таким образом нет никаких посторонних шумов, вы хорошо слышите удаленную сторону. Ну и, соответственно, широкий функционал в части подключения, такие как Bluetooth, Wi-Fi и возможность записи разговора на USB-носитель и не только. Буквально пару слов о каждой модели. Пару слов о технике. На слайде вы можете видеть конференц-телефон, как он выглядит. Обратите внимание на дизайн. Дизайн, по моему мнению, и по мнению большинства наших партнеров, с кем мы разговаривали, и заказчиков, дизайн полностью соответствует сегодняшним трендам, сегодняшним тенденциям. В конечном итоге конференц-телефон находится всегда на видном месте. Он находится в переговорной комнате. В переговорной комнате вы можете приглашать своих партнеров, своих заказчиков, с кем вы работаете. И, конечно, на интерьер переговорной комнаты, на ее обустройство заказчики и ваши партнеры обращают внимание. Это всегда так, это всегда было, и здесь дизайн играет не последнюю роль. Кроме дизайна, это, конечно, еще некий такой пункт представительства, который показывает уровень и статус вашей компании. Дизайн – это действительно важно. И телефон обладает всеми техническими характеристиками, которые необходимы на сегодняшний день. То есть покрывает очень широкий спектр запросов наших пользователей. Телефон может собирать пятистороннюю конференцию на себе, имеет встроенный Wi-Fi, Bluetooth и так далее. То есть вот кратенько об этом телефоне на слайде. Поподробнее всегда вы можете спросить у нас, либо посмотреть на нашем сайте. Как я уже сказал, к этому телефону CPN10 можно подключить дополнительный аксессуар CPN10. Фактически этот аксессуар позволяет подключить телефон к аналоговой линии, которая уже существует у вас в офисе. На сегодняшний день, по крайней мере, как минимум говоря о рынке России и странах СНГ, мы видим, что достаточно много компаний до сих пор используют аналоговую телефонию у себя в офисе. По разным причинам они не спешат, например, переходить на IP-телефонию, не хотят, может быть, перекладывать там СПС у себя, их все устраивать, например. Но у них есть потребность в переговорной комнате, есть потребность установить конференц-телефон. Но, например, технологии не позволяют. Но в этом случае нам приходят на помощь CPN920, замечательным аксессуаром, таким неким переходником, который фактически выполняет роль фоксового порта. К нему можно подключиться к аналоговой линии, выходить в город через эту аналоговую линию. Телефон СПС 960 гораздо интереснее в плане как дизайна, так и функционала. Он позволяет решить более высокий круг задач, скажем так. Он, конечно, дороже, вы можете видеть по цене, он несколько дороже, но у него в комплекте уже идут два беспроводных микрофона. У него операционная система Android, которая позволяет устанавливать в том числе различные сторонние приложения, какие-то, может быть, CRM-системы, если вы используете. Кроме того, можно свои приложения разрабатывать и подключать, и работать с ним. В конце концов, можно установить определенную версию Skype, Skype for Business и использовать его в сети Skype for Business либо Link. Важной особенностью является отсутствие как такового гнезда для подключения питания. Этот телефон может получать питание только от технологии OE. Блок питания, соответственно, в комплекте не идет. Ну, кратенько о телефоне рассказал. Поподробнее можно всегда посмотреть на нашем сайте, либо спросить у нас. К этому телефону подключаются дополнительные микрофоны. Эти микрофоны беспроводные. И очень важно, что эти технологии работают по стандарту DECT, по технологии DECT. С помощью этого решается много задач, много проблем. Если у вас большая переговорная комната, там на 20-30 больше человек, конференц-телефон с этими микрофонами сможет максимально увеличить радиус захвата голоса. Либо вы можете этот микрофон всегда держать рядом с говорящим докладчиком. Либо этот конференц-телефон можно положить рядом с доской. Вот, например, мы иногда это используем у нас в переговорной комнате. Всегда докладчиков будет слышно хорошо. Небольшое сравнение. В интернете телефонов, которые на сегодняшний день существуют от компании Eolink, CP860-й телефон уже снят с производства. Какое-то количество еще доступно для продажи, но больше Eolink его производить не будет. Соответственно, 920-й, 960-й телефон вышли ему на замену. И расширили линии. Основные отличительные особенности можете видеть на слайде. Это, конечно, радиус захвата звука, радиус захвата голоса в первую очередь. И, конечно, основное отличие, поддержка Wi-Fi уже встроена, как и Bluetooth. Телефон уже это умеет делать, не нужно ничего дополнительного покупать, подключать. И, соответственно, функция, по крайней мере, на российском рынке необходимая практически всегда. Это локальная запись на USB-носитель. Собственно, телефон этим обладает. Просто включить какой-нибудь флеш-накопитель USB и, собственно, записывать туда разговоры. Но, кроме этого, в 960-м телефоне есть еще функция записи локально. Здесь вообще никаких флешек не нужно. Есть определенный объем памяти, место, на которое можно записывать разговоры непосредственно в салон конференции телефона. Аксессуар CP-N10 можно подключить только к 920-му. Имейте в виду. И из интересного, это, конечно, технология Geolint Noise Proof. Это действительно очень помогает. Качество действительно улучшается. Хочу подробнее поговорим о ней. Ну и, собственно, пробежимся по основным, скажем так, основным преимуществам. Опять же, почему Geolint? Почему никакой другой бренд? И какие проблемы решает конференция телефонов компании Geolint? В первую очередь, это, конечно, аудиорешение и качество звука. Потому что этот телефон, в первую очередь, предназначен для того, чтобы звонить, чтобы собирать конференции, чтобы было превосходное качество звука, как приема, так и передачи. Этому способствует, в том числе, большой радиус захвата голоса, устранение постановления шумов, высокий функционал в плане сервисов, дополнительных возможностей. Это удобный, быстрый старт конференции, не нужно вызывать специального обычного человека перед каждой встречей, чтобы он вам что-то настроил, куда-то позвонил, все интуитивно понятно. И широкий функционал в части различных гибридных конференций. И вот давайте сейчас подробнее о каждом этом пункте поговорим. Аудиорешение в конференц-телефонах Geolint разработано совместно с известной американской компанией Harman Kondo. Эта компания специализируется на профессиональных решениях части аудио, различной хай-фай, электроники. И, конечно, в автомобильном мире, в автомобильных брендах Harman Kondo достаточно известная компания. Она представляет, например, свои решения для компаний Toyota. Их решения используются в автомобилях производства BMW BMW. У конференц-телефонов действительно очень большой радиус захвата голоса. После того, как мы установили эти телефоны у себя в переговорных комнатах, только не появились много наших партнеров, наши офисы, наше подразделение, с которыми мы общаемся, все заметили разницу. И мы эту разницу ощутили тоже. Радиус захвата голоса действительно увеличился. В телефонах используются в минимум три микрофона для захвата голоса. И, кроме того, если вдруг этого недостаточно, можно использовать на пальцах микрофона в телефоне CP960. Что же такое E-Link Noise Proof? Это технология, это программное решение, это прорыв такой в качестве аудио от компании E-Link. Что же он реально делает? Например, когда мы проводим переговоры, и когда нам нужно поговорить с удаленной стороной, обычно может собраться достаточно много человек, 3, 5, 10 человек, например. И каждый человек постоянно что-то делает. Многие крутят ручку в руках, например, стучат пальцами по столу, могут печатать на клавиатуре, например. Кто-то может закашляться. И вот на такие посторонние шумы конференц-телефон реагирует и их отсеивает. Он их не захватывает и не передает второму участнику. Это действительно так, это работает, это очень интересно. Кроме того, телефон обладает технологией автоматического выключения микрофона. Он переходит в режим mute. Если, например, на удаленной стороне никто не разговаривает, либо у вас, вы только слушаете, и, соответственно, не передается никаких посторонних звуков, нет никакого эхо. То есть звук действительно чистый, правильный, ничего не пропадает. И действительно работает, действительно улучшает. Вы просто не забываете о том, что у вас стоит конференц-телефон, что есть какие-то проблемы со звуком. Вы занимаетесь непосредственно прямой задачей, обсуждаете важные вопросы, а не думаете о том, услышал ли ваш собеседник вас или нет, и правильно ли он вас понял. Высокий функционал конференц-телефонов обеспечивается наличием различных нужных сейчас как приложений, так и встроенных технологий, например, Wi-Fi и Bluetooth. Не у всех есть возможность, не у всех пользователей есть возможность протащить аккуратно, например, или вообще протянуть провода, или дополнительные провода к конференц-телефону непосредственно. В таком случае можно использовать подключение по Wi-Fi, избавиться от личных проводов дополнительных. С помощью Bluetooth можно подключить дополнительного участника к конференции, например, с мобильного телефона. Если вы там с кем-то разговариваете, либо, например, у вас звонок расчет через отдельность мессенджеров, WhatsApp, Telegram и так далее, такого участника можно подключить к общей конференции с помощью Bluetooth. Ну, конечно же, это Android в телефоне CPD в 160, который открывает гораздо больше возможностей в плане дополнительных приложений, дополнительных задач, календари, это синхронизация с различными выбор аккаунтами и так далее, и так далее. Чтобы все это рассказать, нужно проводить отдельный вебинар, что может Android. В телефоне CPD в 160 действительно удобно и интруктивно понятно реализовано подключение дополнительных участников конференции. Ялинка это называет некой такой Pentagon Meeting Connect, когда в форме такого пятиугольника на экране вы видите участников, и просто нажав пальцем на мобильном телефоне или планшете на каждого из участников вы можете быстро пригласить его и таким образом собрать конференцию. Здесь не нужен какой-нибудь системный администратор, программист, которого нужно постоянно звать. На сегодняшний день подавляющее большинство, по крайней мере, является пользователями мобильных телефонов. Все они сейчас много на системах Android, Apple. Мы уже отвыкли от кнопок, привыкли нажимать на экран, и, соответственно, здесь никаких затруднений у вас не будет. Ну и еще одно важное отличие от конкурентов, в том числе и важным преимуществом конференц телефонов является возможность создания гибридных конференций. Это важно, это нужно. Очень часто, даже по моему опыту, есть необходимость при проведении каких-то переговоров быстро-быстро подключить какого-то дополнительного участника, кому-то позвонить, что-то спросить. Раньше, как это было, вы, например, ведете переговоры, нужно по мобильному телефону кому-нибудь позвонить, чтобы обстыть какой-то вопрос. Вы берете мобильный телефон, набираете там человека, включаете громкую связь, кладете на стол. И все вот так дружно, пять человек, стараются говорить в микрофон, чтобы его услышали. Нет. Это старая технология, она ушла. Сегодня на конференц-телефоне в 960-м и 920-м можно через Bluetooth подключить мобильный телефон и качественно использовать, качественно услышать говорящего, и чтобы он услышал непосредственно профессионарное оборудование конференц-телефон. Ну и кроме этого, используя USB-порт, можно подключить, например, компьютер. На компьютере у вас может установлено быть все, что угодно. В этом случае конференц-телефон будет использован лишь в части вывода звука и приема аудио на компьютер. Таким образом, вы в конференцию можете без проблем подключить никого-то участника по скайпу, например, либо, опять же, какие-то мессенджеры, куча-куча вариантов. Когда вы приходите с ноутбуком, просто подключаетесь в USB-порт конференц-телефон, и вам, опять же, не нужно всей толпой склоняться над ноутбуком, чтобы ваш собеседник вас услышал. И все это, весь этот функционал в одном устройстве. Ну, профессиональном устройстве и не нужно вам дополнительные вещи покупать. Кроме этого, если есть дополнительные потребности, их можно покрыть с помощью дополнительных аксессуаров, как то CPN10 либо дополнительный микрофон. Это, наверное, все, что я хотел рассказать за сегодня. Большое спасибо за ваше время. Понимаю, что оно очень ценно, как у наших партнеров, так и у наших пользователей. Если есть какие-то вопросы, с радостью готов ответить. В любом случае, мои контакты у вас сейчас на экране. Пишите, звоните, пообщаемся, обсудим, расскажу вам поподробнее. Ужасная связь, ужасная связь. Если действительно качество было плохое, в любом случае мы записываем все наши вебинары, как и этот, в ближайшем времени он появится на YouTube. Я думаю, что качество связи в вашем случае могло быть вызвано, например, плохим интернет-каналом. В любом случае, будет рассылка, можно будет посмотреть на YouTube в хорошем качестве. С голосом проблем там быть не должно. Так, друзья, всем спасибо. Посещайте наши вебинары, задавайте вопросы. Хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!